Приветствую вас на канале RedCat! Вы смотрите Pet Simulator X, которого вышло обново вчера, и я вам сейчас подробненько расскажу, что и как там происходило. Ну, во-первых, появился рождественский мир. Кстати, ребят, покажу, как фармить очень быстро новую валюту. Это пряники. Очень прикольные. Вы увидите, как фармить прям миллиард этих пряников. Также появился фестивальский Huge Cat. Новый Huge Cat у нас. Луты появились тоже. Это будут выпадать разные наши мешочки, в которых будет новая валюта и много чего другого. Также гигантский пряничный дом написано. Теперь кнопочка еще есть. Убирать всех питомцев. Ну, короче, давайте все по порядку смотреть. Так, ранг поменялось? Нет. Как было 200 тысяч гемов, так и осталось. Максимальный ранг. Новый ранг не добавили. Что еще такого? Чего не сделали? А, в индексе теперь тоже ничего не добавили. То есть, я не могу себе нового питомца за индекс получить. Ну что, ребята, вот локация. Как только вы на нее зайдете, вы получите бейдж какой-то. Видимо, вы еще получите какие-то гемы, либо же что-то еще. Я не знаю. Надо будет посмотреть, что конкретно за приз дается за то, что вы попадаете в эту локацию. Я думаю, что вы уже все подписались на мою строчку RedCat YouTube в Инстаграме, в Дискорде. Но, возможно, кто-то из вас забыл. Тут что-то, ребята, будет в будущем. Какие-то подарки. Видите, гемы и все такое. И там очень похоже что-то на скин для хавборда, который за 250 робоксов. Ну что ж, ребята, вот это самое дорогое яйцо. 1,2 миллиона. В этом яйце вы можете выбивать самых крутых мификов. Поэтому, в принципе, вот эти все три остальные нам не интересны. Интересны только сугубо для индекса, чтобы повыбивать питомцев. Мне, по крайней мере. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Получить пряники вы можете абсолютно с любого сундука. Вы можете получить с монеток, с гемов и так далее. То есть, эта валюта идет параллельно той валюте, которую вы фармите. Вы видите, что у меня во всех локациях уже максимальное количество монет. Поэтому нафармить что-либо я не могу. И поэтому фармлю только сугубо прянички. Конечно же, ребята, я смотрел на всех сундуках, где лучше всего выбивать. Да, на этом чуть-чуть побольше у меня вылетало. Но тоже недостаточно много. Я вам сейчас покажу самый крутой способ, на котором я заработал свой первый миллиард пряников. Итак, ребята, как ни странно, но лучший способ для фарма это остается вот этот вот сундук. Тэч сундук наш. Смотрите, ребята, у меня было 700 тысяч. Сейчас я собираю все, что выпало с него. Обратили, да, внимание, как быстро прибавляются циферки? Ребята, у меня за один раз прибавилось 17 миллионов. Не тысяч, миллионов, 17 миллионов. Но это все из-за того, что я получил там нужные сундучки. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Скорее даже подарки, там были подарочки с пряниками. Но это как бы новый лут. Также, ребята, очень прикольно сейчас вылетают мифики. То есть я ведь и Санту выбил самого крутого питомца из этой обновы. Хочу сказать сразу, что Санта, когда он будет уже в темной материи, он будет 260 бит. То есть это на 60 бит, чем сейчас наш самый крутой питомец. Я, в принципе, подумал, что, наверное, я не буду обновлять своих пэтов, не буду выбивать этого Санту и так далее. Скорее всего, я оставлю свою колоду и буду выбивать мификов только для вас, для того, чтобы их раздавать на, соответственно, стримах. Ну, по крайней мере, я так думаю. Может, все-таки выбью, может, куплю и поставлю их на 5 дней, через 5 дней будут. Может и так. Не знаю, пока не решил, но на данном этапе пока не собираюсь этого делать. Вы видели стоимость, сколько у нас Санта стоит, сколько у нас стоит второй питомец. В принципе, лучше, конечно, Санту покупать. Он самый оптимальный, самый прикольный, ну и нужный. Также, ребята, конечно же, у нашего торговца, который со скидочкой нам продает, тоже есть питомцы. Смотрите, 24 миллиона здесь стоит Санта. Следующий, по-моему, по 20 миллионов. Вот, я накупил себе Санту. Санта прикольный. Идем теперь на следующую локацию, смотрим тут что. За 9,38 миллионов вы можете купить золотого. И за 19,9, как я уже сказал, вы можете второго мифика купить. Не знаю, есть ли смысл его покупать. Он, в принципе, будет такой же, как и сейчас у вас Фокс. Есть ли об этом смыслом, думаю, что нет. Так, ну что, ребят, все вроде купил. Докупаю себе еще Цант. И хочу сделать из них уже темную материю. Думаю, что это я буду делать не сразу, может через день. Также, ребята, здесь у нас есть вот такой вот классный пряничный домик. Он рандомно спавнится каждые, там, я не знаю, 15-20 минут. И давайте посмотрим, сколько пряников он нам принесет. У меня сейчас 19 миллионов, почти 20 миллионов пряников. И сейчас я отправлю своих пэтов для того, чтобы они зафармили его. Кто-то говорит, что если у вас одеты сугубо новые рождественские питомцы, то они якобы фармят лучший, и вы можете больше получить. Не знаю, я не проверял, так ли это, но в любом случае, вы получите где-то около 400 тысяч, если самостоятельно разобьете этот пряничный домик. От 300 до 400, смотря какие у вас питомцы, какая прокачка и так далее. Еще интересные две штучки добавили. Кстати, смотрите, у меня уже 1 миллиард печенек. Я нафармил именно в теч-сундучке, вот этом, который я вам показывал. И смотрите, ребята, видите, кнопочка, которая снимает абсолютно всех питомцев. Сейчас опять я на нее нажимаю, и она одевает всех моих топовых питомцев. Это прям очень удобно, потому что очень надоедает все время их снимать и одевать. Ну и что я хочу сказать, ребят, смотрите, у меня 2-3 санты есть по 129B. И сейчас, ребят, я иду дальше выбивать. Я сейчас пущу 1 миллиард 131 миллион, ну, 130 даже. Сейчас хочу активировать ультралаки, суперлаки, и посмотрим, ребята, по итогу, сколько я выбью мификов. Они, в принципе, выпадают довольно-таки часто. Но довольно-таки дорогое яйцо, поэтому тут слишком не разгонишься. Вот, ребят, смотрите, уже со второго раза я мифика сбил. Ну, про леги даже еще одного мифика я не буду говорить. Они еще чаще падают, чем мифики мне. Итак, ребята, спустя, не знаю, сколько там минут, я весь миллиард потратил. И вот такой вот у меня теперь арсенал мификов. Вот эти вот, вот этого выйдет. Кстати, по одному голд выбил, остальные все были обычные. Даже ни одного рейнбол мне не удалось выбить. Ну что, ребят, это все будет для вас, для раздачи. Я посчитал тут около 65 мификов за 1 миллиард. Ну, не знаю, дорого это или нет. Короче, вот такие вот сейчас расценки. Так что, довольно-таки непросто, мне кажется, выбивать этого Санта-Клауса. Легче, наверное, его все-таки купить за гемы. Ну что, ребята, ставьте лайк, если вы хотите получить такого питомца. Будут раздачи мифических питомцев. Обязательно заходите. Ну, а сейчас я кидаю по 3 питомца радужных. Для того, чтобы через день у меня уже были дарк материя. Это, в принципе, нужно сугубо мне для индекса. Ну и посмотрим, все-таки интересно, сколько же конкретно будут они стоить после Дарк Маттерии. Ну, я видел, в принципе, это где-то, как я уже говорил, 260 би для Санта-Клауса. Ну что, ребята, прикольная обнова, есть чем заняться. Я буду заниматься индексом, раздачей питомцев для вас. Так что подписывайтесь на канал и наслаждаемся вместе игрой. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»